Добрый вечер! На ваш суд отдает сегодня своих героев программа Шок-шоу. На что и клад, если в семье лад? А если нет того лада? Если нет мира и покоя в семье? Если отношения исковерканы враждой? И если разорваны все нити, созданные самой природой? Нити, которые связывают сына и мать? Кто прав, кто виноват? Решать не нам. Есть решение суда. Статья 181 гражданского закона гласит, что обязанность заботиться о родителях ложится на детей. Суд считает, что иск Галины Алексеевой к ее сыну Юрию Алексееву подлежит удовлетворению, начиная с момента подачи искового заявления. Но прежде чем вынести это решение, суд выслушал обе стороны. Я приглашаю в студию того, кто на суде назывался ответчиком. Назовите себя, пожалуйста. Меня зовут Юрий, фамилия Алексеев. Год рождения? Год рождения 1959. Седьмой день, июль. Кем приходится вам иститься, Юрий? Ой, какое слово иститься. Да, к сожалению. Это моя мама. Моя родная мама. Ваше слово. Изложите существо дела. Да, постараюсь, попробую. И начать, наверное, это я хотел бы со слов Шекспира. Звучат они примерно так. Есть в жизни всех людей порядок общий, таящий объяснение прошлых дней. Его поняв, легко почти, наверное, предсказывать течение событий. Мне кажется, что эти слова очень точно выражают все то, что называется законом Земли, законом галактики, при нарушении которого возникают какие-то нарушения, которые приводят к тому, к чему привело наша ссора с мамой. Вы готовились к сегодняшней встрече, Юрий? Честно говоря, нет. А вот эти слова, наверное, чуть-чуть подготовил, потому что они, мне кажется, по всей передаче пойдут вот основным, основным, основным сюжетом. Потому что мы все отвечаем за то, что происходит 10-20 лет обратно. И будем отвечать за это. А история у меня сложилась таким образом, что я родился в благополучной семье, у меня есть старший брат. И, казалось бы, так все хорошо шло по жизни, что особо не на что было и жаловаться. Но наступил 91-й год, который стал переломным годом в моей жизни. А произошло вот что. В 91-м году мама решила развестись с отцом. Отцу в то время было уже 70 лет, маме 64 года. И этот развод, скажем, наверное, явился финишем. Он подошел к той последней стадии, где показалась вся прожитая жизнь этой семьи, моей семьи. Потому что отцу, прошедшему три войны и достигшему 70-летнего возраста, очень сложно было остаться одному. И, одним словом, был развод. Был развод в суде. Отец со второго заседания этого суда был увезен на скорой помощи в больницу, потому что его состояние не позволяло, в общем-то, уже сидеть на суде. Но в больнице отец попросил старшего брата быть ответчиком на этом суде, при этом разводе. Но тут, в общем-то, скажем так, внутренний мой голос сказал, что я должен быть на месте старшего брата. Вы стали представлять интересы отца? Я стал представлять на суде интересы отца. Хотя сказать слово «представлять», наверное, это очень сложно, потому что я сидел на этом суде, не проронив ни слова. Естественно, я не мог ничего говорить, мне ничего не спрашивали, но доверенность на суде была дана мне. Суд состоялся, мать отца развели, отец, вышив, выйдя из больницы, стал еще хуже себя чувствовать. И прошло, наверное, совсем немного времени, отец получил инсульт. Оставаться жить вместе с матерью он уже не мог, потому что мама, поделив все вещи, забрав все то, что ей казалось принадлежит ей, оставила отца с кроватью, с подушкой, с одеялом, наверное, и все. Она прорубила дверь в одной из комнат, нашла место, где должен был по ее понятию жить отец. Но отец еще в состоянии был работать. Он работал в Юрмале и познакомился с так же пожилой женщиной, которая решила помочь ему, нельзя так говорить, ну, скажем, дожить в своих годах в нормальной обстановке. Она знала всю эту ситуацию. Отец ушел жить к ней. И миновал инсульт, отец стал поправляться, он даже мог уже купаться в холодной Юрмальской воде. Это говорило о том, что состояние отца стало лучше. Но тут опять у мамы сыграла какая-то ревность или какая-то непонятная черта. Она стала звонить отцу, она стала звонить в полицию, что отец проживает у женщины и не имеет никакой там прописки, что отец должен жить с нею. Когда это не удавалось, она выходила, наверное, тяжело в это поверить, но выходила с плакатами к исполкому, верните мужа. Она расклеивала листовки, в которых было написано, что это очень плохая женщина, и она взяла очень плохого мужчину к себе. И, не выдержав всего этого, отец 31 декабря пришел, наверное, на Новый год к маме. Позвонил мне, что вот он пришел к маме, нельзя сказать, что он вернулся, но потом пришел в этот дом посмотреть, это был его дом, это было его квартира. Позвонив мне, через 10 минут он получил второй инсульт, после которого уже не смог оправиться и умер. Юра, а позвольте вас спросить, вы говорили о том, что у вас благополучная семья, вы сказали о том, что вы очень любили своего отца. Юрий, а вы любили свою мать? Знаете, я, наверное, немножко переживаю, ну, конечно, я очень любил свою мать. В душе сейчас, и сейчас я ее люблю, потому что это моя мать, это та женщина, которая родила меня. Не любить ее невозможно, потому что она сделала все зависящее в тот период, чтобы я, ну, наверное, первоначально родился, а потом, чтобы я выжил, потому что у меня были очень тяжелые болезни, которые не поддаются лечению, это астма, но которую, благодаря отцу и матери, я смог победить. Я очень любил свою мать. Отец у нас был кормильцем, отец у нас зарабатывал деньги, а мама у нас, ну, как сказать, была управляющей всего этого хозяйства. Мама у меня работала в то время в Балтес-Модос, и была очень такой, она и сейчас симпатичная, деловая, умная женщина. И поэтому я встал на слабую сторону. Сейчас в помощи нуждается ваша мать. Если бы я так считал, я бы, наверное, не пришел на эту передачу. Даже так. Потому что в большей помощи сейчас нуждаюсь я. Как это неудивительно, но на самом деле у меня, мне, значит, прокурором объявлена 119-я статья. Это злостная неуплата элементов. нетрудоспособным родителям. И как ведется это дело прокуратурой, как ведется это дело судом, где прекрасно можно понять, что это будет суд, и как на суде решится этот вопрос о том, что я злостный неплатильщик элементов, я прекрасно это вижу, что суд будет решаться на стороне матери, что будет решение против меня. В суде сказали бы, суд объявляет перерыв, а я объявляю рекламную паузу. Конфликт между сыном и матерью привел к судебному разбирательству, и сын считает себя вправе игнорировать решение суда о выплате алиментов матери. Истицей в этом деле была мать. Ей слово для изложения своей версии. Назовите себя, пожалуйста. Моя фамилия Алексеева Галина Семеновна. 1926 года рождения. Галина Семеновна, в каком году вы подали заявление в суд на своего сына? Я 17 мая 1993 года подала в суд на алименты на младшего сына. Скажите, Галина Семеновна, а у вас с детства были с Юрием напряженные отношения? Нет, были очень хорошие отношения. Это младший сын, вы баловали его? Вы знаете, я его баловала в связи с его болезнью. Он родился здоровым ребенком, крепышом, хорошим, но в процессе жизни он часто болел, простуживался и получил астматический бронхит, а после астматического бронхита бронхиальная астма. И мне пришлось его возить по всем санаториям, по всем больницам. Любимый был сын, очень хороший. У отца Юрий тоже был любимчиком? Нет, он делил любовь на двоих, но в последнее время он больше, конечно, почему-то с ним советовался, с младшим. А вы считали свою семью счастливой, Галина Семеновна? Да, я считала свою семью счастливой. Почему? Потому что она была очень трудная, ведь я не видела того, что видели мои дети. Я девушка была войны, как говорится, моя молодость прошла во время войны, то, что сейчас видели внуки и внучка и все, а им подавай бананы, ананасы, яблоки, апельсины, все. Мы этого не видели, и я все любовь перенесла на дети. Потому что я не получила высшего образования, получила среднее образование. Война мне не дала ничего, я войне помогала. Я каждый месяц отдавала кровь по 400 грамм в Калинине. И поэтому очень хотелось видеть своих детей счастливых и радостных. Генеральный спонсор программы фирма Элкор. А материально вы могли их обеспечить? Да, материально мы с мужем работали. Муж работал на двух работах, я тоже работала. Но, конечно, у меня была мама, она и сейчас есть, ей 91 год, она мне тоже много помогала. И провести в садик, и из садика. Но я думаю, что три зарплаты в один котел, как говорится, это что-то давало. ведь дети когда были небольшие, мы отдыхали только вместе с детьми. Мы всю Латвию съездили, у нас была старенькая победа, ну, не старенькая, так немножко поношенная, да, мы отдыхали вместе с детьми. Но автомобиль по тем временам был средством роскоши, а не средством передвижения. Я с вами согласна. Ну, у меня не было никаких других роскошных вещей, у меня не было ни холодильника, ни стиральной машины, у меня ничего не было, потому что у мужа была сама цель иметь машину. Он работал шофером, он механик, он разбирался в технике, у него была вот именно сама цель эту машину. А кем вы работали, Галина Семеновна? Я работала старшим кассиром на фабрике Балтия Смона, с начальником снабжения в фабрике Балтия Смодес и за складом на фабрике Аусма. Балтия Смодес это то привилегированное ателье, где одевалось все начальство? Да, совершенно верно. Скажите, Галина Семеновна, а в детстве Юра часто огорчал вас? Вы знаете, ну, как все дети, как все дети. Дети лазили на деревья, дети, знаете, и он туда, когда... Ну, были моменты, конечно, все не вспомнишь. Но это обычные мальчишеские проказы. Да, обычные мальчишеские проказы, да. Но он был таким ласковым сыном, хорошим сыном. Я вам скажу, не хочу кривить душой, он был очень ласковый. До, если мне память не изменяет, до женитьбы. Вот последняя девочка у него была, на которой он женился. Они вместе кончали техникум параллельные. Он был товаровед промышленных товаров, а она продовольственных товаров, и он мне ее показал. Она чем-то напоминала, похожа была, вернее, на меня. И она мне очень понравилась. Галина Семеновна, а вы помогали молодой семье? Да, я очень помогала. Они жили вместе с вами? Да, они жили со мной вместе. И деньгами тоже помогали? Нет, мы их содержали. Что они получали, все они оставляли себе. Мы их содержали. Кормили, поили, и жили они за ребенком смотрели. А вы любили внуков Галины Семеновны? Очень. Занимались ими? Это не то слово, вы знаете, это не то слово. Я вам сейчас проведу такой разговор, небольшой. Когда семья немножко пошатнулась, я вижу, что невестка сказала, и часто моему мужу говорила, что она не хочет жить с нашим сыном. то я подумала, что не мешало бы второго ребенка ей иметь. И она в это время забеременела, ну и я ее уговорила, сказала, что я ухожу на пенсию, сказала, что я буду помогать как можно, да, только, пожалуйста, не делай такую глупость, какую я сделала глупость, что разница между детьми 10 лет, понимаете? вот, я ее уговорила, ну, конечно, я ей очень хорошие подарки сделала за мальчик, очень, значит, при уходе на пенсию я ей пошила каракулевую шубу, я ей сделала шикарное пальто с песом, я ей сделала платье, сапоги, я все за этого ребенка ей сделала, и, безусловно, я безумно этого мальчика любила, очень любила, души не чаяла, но, опять же, опять же, но, он заболел сколиозом, и все тяготы по лечению ребенка легли на мои плечи, невестка заявила, вы хотели этого ребенка, вы и лечите, прослышала я, что есть такой касьян в кобеляках, ну, это мне люди порекомендовали, ну, вот, я мужу сказала, я говорю, запрягай-ка лошадку и повезем внука, наличие. Повезли к касьяну? Да, буквально, и за три раза он исправил ему позвоночник, сколько мне это стоило труда, и мой труд под конец оказался напрасным. Галина Семеновна, а вы считаете, что вы полностью выполнили свой материнский долг перед своими сыновьями? Да, я полностью выполнила. Я им дала все, что другая мать и не могла дать. Я им дала и любовь, я им дала и, как вам сказать, образование, ну, все. Что ж, мы выслушали рассказ Галины Семеновны. Перед приемьями сторон еще одна рекламная пауза. В семье росли двое сыновей. Младшего больше нежели баловали, больше потакали ему в желаниях и капризах. Сегодня, когда мать нуждается в помощи, ее опора старший сын, а младший даже по суду не платит алименты. Галина Семеновна, на какие доходы вы сегодня существуете? На сегодняшний день нам прибавили пенсию 2 лата 20 сантимов. У меня сейчас пенсия 43 лата 22 сантима. А пытались ли вы решить миром вопрос со своим младшим сыном? Вы знаете, когда человек бьет в лицо и плюет и говорит, что я ему не мать, когда он вывозит с моей квартиры мной нажитые вещи и зная о том, что я ему очень много помогала и очень много давала и одевала не хуже других, знаете, это больно. Это очень больно. Юрий, а почему вы не можете добром договориться со своей матерью? я неоднократно пробовал это делать и старался и после судов вставал на колени перед мамой, чтобы прекратилось это. Но это не удалось сделать, потому что здесь идет чистый принцип. Мама хочет заказать, наказать меня за неповиновение. А вы считаете, что Юрий имеет возможность помогать вам? Имеет достаточно денег? Совершенно верно. Я за свою жизнь, вот вы сказали, это роскошь, победа. Совершенно верно. Это была победа у меня, роскошь, да? А у него роскошь в 37 лет двухэтажная дача, два гаража, трейлер и каждые 2-3 месяца он менял машину. В течение года он поменял 13 машин. Это что, не роскошь? Я считаю, что роскошь. А то, что я имела победу, это не роскошь. Юрий, вы скрываете свои доходы? Нет, мне их нечего скрывать и все мои доходы установлены тремя, по-моему, участками полиции, трех районов. Потому что во все районы, скажем так, я же переезжал, когда хозяйка давала квартиру. Значит, куда не переезжаешь, туда поступают жалобы, что у меня великолепные доходы, что я очень богатый, состоятельный человек. Все это проверялось в полиции документально, ничего этого не находилось. Если считать, что я имею землю, я богатый человек, или то, что я имею трейлер, который сгнил на корню, то, наверное, со слов «мама» я богатый. Галина Семеновна, вы хотите что-то предъявить нам? Я хочу предъявить о посылке денег, которые были присланы в течение декабря-января месяца. Вот извещение у меня, документ, подтверждающий о том, что мне были присланы два лата. Вот извещение, два лата, где было написано «Поздравляю Новым Годом с любовью». И большой вопросительный знак. Значит, его любовь стоит два лата, или моя любовь два лата стоит. А в декабре месяце вот извещение на три лата. Так неужели я за мое добро, за мои чувства к сыну, которого я обувала, одевала, кормила, грудью кормила, давала все, что могла, все, любовь, ласку, добро, ну все, стою трем латом или двум латом. я стою. Вот, эти все платежи. А то, что милиция проверяла, она ничего не проверяла, абсолютно. Юра, у меня вопрос. Значит, вы сказали в начале своей истории о том, что у вас, у матери вашей был развод с отцом. Какова была причина развода? На самом деле, отец перестал работать, в семью перестал поступать достаточный доход, потому что, мама на самом деле, работая в Балтес-Модес, проехала всю Европу, бывала и на Кубе. То есть, это женщина, которая, ну, привыкла, не скажем так, чтобы жить роскошно, но не отказывать себе в том, чего она хочет. А когда отцу в 70 лет стало хуже, и когда отец не мог уже приносить тех денег в семью. Для матери это было, как я понял, ударом определенным. Она пошла на этот развод, и это все показало то, что абсолютно через, как я сказал, через два месяца нашелся новый мужчина с достаточной пенсией, и который устроил ее в этом плане. Развод у нас не состоялся. И муж работал до последнего дня, и меня устраивало вполне его пенсия, а то, что он деньги получал, зарплату, пенсии, он делился с ним, он им помогал. И я ездила не за деньги сына, а за свои деньги, которые я зарабатывала, и получала пенсию, и получала заработную плату, как пенсионерка. Так что это пустой разговор. Вот у меня сложилось такое впечатление, что вы такой скандальный человек, вам плохо, другому хорошо. Вы были инициатором развода с мужем, он ушел к какой-то женщине, ну пусть он с Богом живет. Почему вы стояли с плакатом там, и его призывали домой, и в скорости он умер. Вас нет на этой совести, вот не лежит... Это уже, знаете, наговор, это оплевает грязью. Не надо, совесть у меня есть, была и будет. Да. Что ж, конфликт обозначен. Перед вами сын, перед вами мать, которая находится в состоянии конфликта. И мне хотелось бы от вас услышать слово защиты или слово обвинения. Прошу. Ну, я хочу сказать в защиту, наверное, мамы, потому что Юрий находится в возрасте человека, которому, в общем-то, почти 40 лет, да. И в этом возрасте люди, они должны быть уже хозяевами жизни, сильными должны быть людьми. Вот. И он должен быть сильным по отношению к своему детям и к своим родителям. Он должен помогать, он должен обеспечивать, он должен. А если вот Юрий, он, может быть, это и понимает, может быть, конечно, вина матери в том, что он не такой сильный. Но, с другой стороны, он, не знаю, он должен сделать все для нее, постараться сделать, обеспечить ее и постараться, в общем-то, своих детей, свою жену. Я не знаю, как в этом отношении у него сложилась вся с ними жизнь. Но он должен, он это не понимает. Я осознаю долг, что я должен выполнить такой же долг, который выполнила моя мать передо мной. Такой же долг сейчас я выполняю перед своими сыновьями. Сыну 14 лет, дочке 16 лет. Точно так же я сейчас стараюсь помочь им всем тем, чем я могу. Не столько деньгами, а столько тем передать какие-то свои знания, какую-то свою любовь. И вот это я считаю своим долгом. И мне кажется, что я никогда не попрошу своих детей, чтобы они мне на старости чем-то помогали. А если ваша мать все-таки нуждается в помощи? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что мама не принимает никакой от меня помощи. И не будет... Да, 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 конечно, я их не приму. И не будет ее... За обильную любовь. И не будет никогда от меня ее принимать. пока не произойдет что-то, то, что она скажет. Вот теперь я его наказала. Честно говоря, неизвестно, кто здесь прав, кто виноват. Но чисто по-человечески. Просто жаль такого сына. Если посмотреть на поведение, сын сидит смиренно, опустив глаза. А мать... Извините вы меня, конечно, не в моем возрасте будет вам делать замечания, но ведете вы себя сейчас просто неприлично. Я считаю, что в этом случае вы не правы. Может быть, я не права, сделав такой вывод. Но просто жалко такого сына, на которого мать подает заявление в суд. Я всегда иду на компромисс. Везде, во всех случаях. Но тут безвыходное положение. Но дело в том, что душа человека не банк. В него сколько не вкладывай, он уже... Это чисто человеческие отношения. Если сын считает помочь матери, он помогает только в том плане, сколько он может и в чем может помочь. А вы не считаете это обязанностью каждого сына? Это обязанность человека. своей матери. Но если у него есть возможность помогать, он помогает. Но если ее такой нету. Ведь то, что материальные планы человека идут... Галина Семеновна сейчас все переводит на материальные. Ведь вокруг... Весь вопрос сейчас вокруг материальных планов. Вот пять лад, это, в общем-то, уже просто принцип идет человека. века. Вы могли бы пойти, если бы он признал свою вину перед вами, пришел бы, повинился. Вы бы поняли, что он искренне пришел к вам как к матери, которую он любит, которую он испытывает чувство благодарности за все, что она ему сделала. Но материально сейчас, допустим, он такой возможности помогать вам не имеет. Вы примирились бы с ним, вы простили бы его? У него... У него машина. И на машину он всегда находит деньги, чтобы купить бензин. Вы понимаете? А лишний раз бы не съездила в Елгаву на свою дачу двухэтажную. А эти бы деньги бензиновые отослал бы матери, чтобы я купила бабушке на лекарства деньги. Галина Семеновна, кроме денег вам что-нибудь нужно от Юрия? Нет, ничего не нужно. Мне нужно вернуть то, что я в молодости в него вложила. Я бывала и кормила, и дала образование, и лечила, и все. Хотя бы по пять лад он возвращал бы мне то, что я в него вложила. Генеральный спонсор программы фирма Элкор. Вы извините, Галина Семеновна, но со стороны мне складывается такое впечатление, что вы своего сына никогда не любили. Вот чисто сейчас просто это ужасно слышать то, что вы на него говорите. Вы извините, я вам не судья. Галина Семеновна, вы, конечно, простите, может быть, я сейчас буду очень резко, меня аж, видите, нервный шок. Я сама резкая стала. Ну, я вам честно скажу, я мать двоих детей сама. И мне никогда в голову не приходилось сделать им что-то приятное, хорошее, купить хорошую игрушку, там, еще что-то, для того, чтобы мне потом в старости принесли пять лад, понимаете, ну, мелочь, скажем такую, просто дали кусок хлеба. Пускай они еще маленькие, но никогда взамен того, что я им даю, не требую от них. Понимаете? И еще, я вам скажу, честно говоря, у меня складывается впечатление, я уважаю вас за то, что вы своим лбом пробивали все-таки стены, понимаете, в этой жизни. Но, извините, купить внука второго каракулевой шубой, простите, это вообще в моей голове просто не укладывается, уговорить невестку для того, чтобы окупить второго ребенка и теперь говорить, что вы его вот то-то, 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 то-то. Вы же бабушка, вы мать своему сыну, вы обязаны были, как женщина, это сделать. Он мужчина, мужчины очень многого в этой жизни не поймут, как женщина, понимаете? Вы же мать, простите. У меня такое впечатление, что Галина Семеновна очень властный человек, то есть пока все идет хорошо, пока все в прамках дозволенного, тогда Галина Семеновна ведет себя хорошо, но как только стоит встать немножко на противоположную сторону и сразу начинается бой, а энергии у женщины много и поэтому я думаю, что этот бой еще не скоро завершится, к сожалению. А не кажется ли вам, что вот так нападая на Галину Семеновну, вы все-таки не учитываете точку зрения матери, матери, которая действительно вырастила своих детей, которая отдала им все, что могла. Так и требует то, что она считает требовать в праве. Я хотела сказать Юре, да? Юра, а вы бы могли бы хотя бы вот как-то прийти к маме, пригласить ее куда-нибудь, поговорить с ней, подарить ей цветы, может быть, она бы немножко растаяла лаской, какой-то поцелуй. Я пытался это делать и хочу это сделать, но на этом стоит какая-то бетонная стена, которую просто невозможно пройти. Она такая неприкосновенная, да? Нельзя ее никак? Все-таки, какая бы ни была мама, можно к ней найти любой подход. Вы знаете, я пробовал, причем я искал подходы и со стороны религии. Я хотел прийти с отцом Сергеем. Это не удалось. Я пробовал через наших старых знакомых найти общий язык, через старых отца, знакомых и матери, как-то с ними подойти к матери и прекратить эту войну одностороннюю. Но это тоже не удалось сделать. Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не могу найти такого решения, которое бы прекратило эту войну. Я считаю, что мама права. И сын не должен обсуждать. Во-первых, он должен, наоборот, ей кланяться в ноги в том, что она ваших детей уже вырастила, да? Я действительно воспитывала его детей, да? И сделала крепкую их семью только благодаря тому, что родился второй ребенок. Если бы не было второго ребенка, невестка бы моя разошлась с сыном, зная его отрицательные стороны, его недостатки, да? И зная его, что она не раз я ее видела с синяками под глазами, я всегда защищала ее сторону, да? То она не хотела этого ребенка. Но тем не менее, чтобы сохранить семью, чтобы был хороший микроклимат в их семье, я настояла, чтобы она родила второго ребенка. разница между девочкой и мальчиком год или полтора. Вот так. Так поэтому, и когда обнаружили болезнь сколиоза у ребенка, то она мне бросила такую реплику. Вы хотели второго ребенка, вы и лечите. Вот, и мне пришлось до восьми лет его воспитывать, его нянчить, его обувать, одевать и делать ему подарки. А когда я встречала его около школы и дарила ему сладости, и все, он только говорил, бабушка, не надо, а то сейчас папа увидит и мне побьет. И я перестала ходить в эту школу. Ах, смешно? Вот это факт. Спросите у своего ребенка. Не хочется плакать, ребенок сидит здесь. Я был неоднократно у Касьяна, я сам к нему ездил. Ребенок прекрасно здоров. Да, это правда. Первая попытка поездки Касьяна была со стороны отца. Отец все бросил и поехал. К сожалению, я не мог в свое время поехать. У меня с женой была работа, а так как отец уже, у него были периоды, где он мог сесть на машину и поехать на Украину. Ну, что еще добавить? Воспитывали детей мы с женой. И мы, да, мы рано женились 22 года. Через два года у нас появилась своя квартира. Теща получила эту квартиру в связи с тем, что она была очень тяжелым астматиком и в 50 лет она умерла. Вот с ее стороны и со стороны деда, который сейчас живет с женой и который помогает нам чем может. вот у нас благо забрали одну бабушку, но вот в виде дедушки у нас и бабушка и дедушка. Зачем ему работать? Правильно, он безработный. На бирже труда стоит 5 лет, но биржа труда сообщила о том, что он не хочет брать работу, он отказывается, какие ему предлагают работы. А он неплохой имеет специальность, товаровед промышленных товаров. Так, его везде на расхват возьмут, но он не хочет, у него свой бизнес, где, чтобы не платить налоги, он сдает трейлер в аренду, он сдает два гаража в аренду, он сдает две квартиры в аренду. Зачем работать и два лата маме посылать? Я, конечно, не имею права судить ни вас, и Галина Семеновна, ни вас, то есть хотела просто выразить свое мнение. Ну, неужели вы же все-таки, вы поймите, что вы связаны друг с другом по-любому, то есть какая разница, кто... Ну, конечно, кто кому заплатил два лата, кто кому пять латов, неужели, вы говорите, цена за любовь два лата, ну, если бы он вам выслал сто латов, неужели бы это было ценой? Вы поймите, что он ваш сын, а вы поймите, что она ваша мать, ну, сходите, вы куда-нибудь поговорите, просто, ну, дайте ему шанс. Вы женщина. он, видите, он сам говорит, что он хочет найти с вами общий язык, он хочет примирения с вами, вы поймите, что, то есть я не имею права судить ни вас, ни его, я чужой абсолютно вам человек, ну, просто обидно видеть, как вы друг на друга, ну, и вы, неужели вы его не любите? Вы любите своего сына? Любовь прошла. Ну, он не... Нет любви к этому человеку. Действительно, вы говорите... Да, представьте себе, я чисто сердечно говорю, я сейчас вам встречный вопрос задам. Если вас мать всю жизнь, до 30 лет вкладывала в вас все, и образование, обувала, одевала, кормила, дала вам жизнь, все, а у вас какая отдача к матери? Никакой? Так тут должна быть какая-то отдача в пределах пяти латов, он и те не платит, значит, надо подавать в суд. Я не хочу никого не обсуждать и защищать, но я думаю так, что в этой семье вообще отсутствует интеллигентное отношение. Не дай бог дожить матери до того, чтобы она подавала на своего сына алименты. Я считаю, что это катастрофа. Сегодня на людской суд по желанию ее участников была вынесена семейная драма. Мы выслушали мнение конфликтующих сторон. Прозвучали речи защитников, выступили прокуроры. В качестве защитников и прокуроров выступала публика в студии. А судьями по желанию конфликтующих сторон станете все вы, зрители программы, которая недаром называется «Шок-шоу». Через неделю новая встреча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...